Доброе утро! И мы будем говорить про разное кино, опять мы будем говорить каждое о своем, что лично меня радует, не знаю как других. Начну я как самый наглый, и буду говорить я о телекино, то бишь о сериале на самом деле, я хочу порекомендовать очень спорный сериал. Опять британцы, опять британцы. Британцы как-то мне полюбились. Так получилось, честно скажу, я не виноват, не специально, но как-то так получилось, что в последнее время вот мне косяком они сторонним пошли. Вот если кто помнит советский сериал «Школа», ну, советский, этот самый российский сериал «Школа», который недавно с скандалом таким проходил, все его ругали, говорили, какой вот он чернушный, как там нехорошо показана школа, как там нехорошо показаны учителя, как нехорошо показаны детки. Я хочу порекомендовать нечто подобное британское, но там самое интересное взяли, а практически та же самая суть. Мы, обрезав всей истории судеб каких-то домашних, мы видим только школу, то есть то, что происходит вне школы дома, мы не видим, мы не знаем. Есть некий учитель, на котором сделан фокус, есть некий класс этого учителя и некоторые другие учителя, которые тоже периодически возникают в фокусе. Вот то же самое, они все полностью отморожены, все больные на голову, дети все откровенные подонки. Они либо какие-то сексуально озабоченные, либо они гомосексуалисты, либо они бандиты, либо они какие-то дегенераты, либо еще что-то. Либо они просто, скажем так, неполноценные какие-то личности. То есть хороших нет? Ты знаешь... Спокойных, вежливых? Я бы так не сказал. Вот в чем уникальность сериала, потому что показанный... Там даже есть традиционный школьный бандит, который есть в любом сериале про школу. Такой, который терроризирует всех, включая учителей. Да, его там боятся даже, собственно, красные руководители, даже отчасти директора школы, которая тоже очень специфичная личность в сериале. И вот даже он, в случае, когда в школе приходится соревноваться с другой школой по футбольному матчу, он вызывается, и он показывает, как он с лучшей стороны. То есть вот в каждом, даже самом отрицательном персонаже, там найдены положительные моменты. При этом, ну вот если смотреть сериал так вот, как говорится, пробегая мимо, покажется, боже, там одни придурки. Учитель какой-то закомплексованный человек, который вообще клеится к другу учитель. Как оказалось, он вообще девственник. А у них там был самый интересный урок сексуального образования, когда приехали еще какие-то голландцы. И голландцы начали задавать, ну, как продвинутые, начали задавать провокационные вопросы. А тот не знает многих вещей, он даже не понимает. Для него поставили вопрос слово квиттерово, поставили вообще в тупик, что это такое. И так вот получилось, что он долго рассказывал о вещах, когда он не понимал. И самое главное, это был интересный момент. Перед этим он очень долго мандражил и готовился в учительское. К нему подошла просто эта девушка, другая учительница, к которой она, так сказать, клеится. И говорит, все очень просто. Говорит, ты не должен читать эти дурацкие книги. Ты должен просто изучить, как говорится, свой орган, тогда тебе будет еще рассказать о других. И он понял это буквально в смысле слова. Он пошел, положил его на листочек, обвел его карандашом. Вот. Ну и примерно так вот он проводил его. То есть, понимаешь, вот на таком... Ну, это британский. Слушай, прямо с чем я его клоню. Ты знаешь, вот британский юмор, он как бы считается у нас тонким. Но я бы сказал, по русским меркам, он скорее очень толстый. То есть, если мы возьмем, как говорится, всех этих вот... У кого как, я думаю. Ну да. Нет, ну мы возьмем просто Аткинсона, Хилла, Лорис, Фрая и так далее. То есть, если братья по русским меркам, он страшно пошлый. Ну, пожалуй. Он очень тонкий с точки зрения наменков, но иной раз он такой толстый, что толще не придумать. Вот. И вот этот вот сериал, он как раз построен лучших традиций. Название мы не будем говорить. Название мы скажем. Мы пока о нём поговорим. А было бы интересно не сказать название. А, я думаю, как он надо. Вот. То есть, люди, скажем так, морально травмированные не смогут смотреть сериал. Потому что там очень много вещей, будем сказать, более чем откровенных. То есть, вот почему я и говорил по-русски, сериал «Школа». То есть, это он, только это сделано, а, комедией. Б, это сделано, по моему мнению, ещё глубже. Жёстче, да? Усугублено вообще до максимума всё. То есть, как бы, вот, учитель, вот, действительно, он беспомощный, он девственный какой-то такой, вот он застенчивый. Если это негодяй какой-то, вот, в школьный том, полный негодяй, да. А директор вообще какой-то странный человек, который, скорее, сам ещё в подростковом возрасте находится. Вот они все какие-то не от мира сего. И когда, самое интересное, когда, вот я уже говорил, у них есть соревнования футбольные с другой школой, и приезжают что-то такое типа Кембриджа, такие подтянутые. И там вот это тоже, главное, у них тоже такое вот командует, она как пенерал, буквально, вот такое, понимаешь, вот это противопоставление. Вот эти все, они все какие-то домашние. Вот, с одной стороны, они все какие-то уроды. С другой стороны, они все какая-то одна семья. И приезжают вот эти армия, да. Вот. А теперь, я думаю, я могу озвучить. Сериал вообще уникальный заключается в следующем. У него название бета-едюкейшн, то есть дурное распитание. То есть, я думаю, чтобы не впадать ни в какие перекликания, с Альмадоларом, да, вот. В российском он вышел, ну, в прокате не назовешь, он не в прокате, он в пиратском прокате назовем тогда. То есть, он есть уже у многих студий вот этих переводов доморощенных. И он вышел в переводе раздолбайская учеба, непутевая учеба. Причем вот непутевая учеба, вот этим названием он даже попал в кинопоиск. В кинопоиске вы найдете его как непутевую учебу, сериал. Ну и так далее. А что там с сезонами серии? Он 12-го года, сезон пока первый, шесть серий всего в этом сезоне. В пиратском прокате существует, я хотел обратить внимание, единственная студия перевода, причем единственный перевод, который мне понравился. Я хочу акцентировать внимание, есть такая студия ОЗ. У них вышло всего пока в переводе две серии. Вот, в отличие от многих других. Но они сделали, пожалуй, самый адекватный перевод, где очень хорошо переведена аналогия. Именно подобранная аналогия юмора, попытка как-то... То есть они работали с идеолами. Да, да, да. Поэтому они и писали очень жестко. Примерно, почему так долго, почему так мало серий? Люди пишут, либо идите вот туда, где быстро, но мы будем долго над этим сериалом работать. И, понимаешь, я видел впервые в неофициальной адаптации такую вещь, как хардсабы. То есть там очень много, где показаны какие-то наезды. Например, есть такая школьная доска, типа доска идиотов, там развязаны портреты и надпись какая-то появляется. Или кто-то берет журналы на журнале, какая-то определенная надпись. Они все имеют значение. Надписи переведены хардсабами. Супер. Да, то есть ты когда смотришь, у тебя русская надпись на обложке. Когда нарисован член на стене, какая-то подпись есть, она на русском языке. Вот. Так уж. Да, вот я таким образом прорекламирую эту студию ОССР. Денег не дали, сразу говорю. Вот кому ТЭФИД нужно дать. А жаль, Андрюша. Да. Есть от других студий переводов, причем активнее всех перевел почти все серии, 5 из 6, какого-то портала знакомств. Я не буду озвучивать, не потому что не хочу, а потому что не помню просто. Там какой-то портал знакомств перевел 5 серий из 6. 6 серий существует только в субтитрованном переводе. То есть кто знает английский язык или кто смотрит с субтитрами, тот в принципе может посмотреть все 6 серий. Я от всей души его рекомендую, потому что я считаю, что сериал глубокий. Ну, может показаться, что он как бы такой вот именно пошловатый, пустой и дурацкий. Он не дурацкий. Он очень глубокий, очень интересный. Я считаю, его как раз смотреть надо. Точно так же я все время рекомендовал смотреть сериал «Школа» российский. А «Школа» в Германии, которая была? Да, да. Да, в Германии, да. То есть это то же самое, только комедия и глубже, и британцы. Не, британцы всегда хорошо, на мой взгляд. Вот, собственно говоря, вот этот 12-го года, я сказал, не знаю, что к этому еще добавить. Ну, наверное, пожалуй... К этому добавлю я. Да. Я тут посмотрел очередной фильм «Квинтина Тарантино». Ну, а это режиссер, который нужно смотреть... Саша посмотрел «Тарантину». Да, посмотрел «Тарантину», эту самую «Тарантину». Вот. И я в очередной раз восхитился, потому что это невразимо прекрасно, потому что я обожаю художников, которые обладают таким чувством юмора. Я уже сейчас не говорю про ремесло, которым он владеет... Ну, нет слов, как он владеет ремеслом. Да? Который работает в очень интересном жанре. Ну, все мы знаем этот жанр. Да, он работает уже как бы в постмодерне. Он работает, играя смыслами, играя всем тем, что накопило кинематографическое человечество до него. И он использует эти штампы, гиперболизируя их, превращая их во что-то новое, что видно, ясно, понятно и чаще всего очень смешно и очень стильно. Да. Ну, достаточно вспомнить «Пал Фикшн», да? Да нет, везде у него. Убить белую и везде это у него. Да, да, да. Убить белую, да, это совершенно прекрасно. Так вот, вышел новый фильм, называется он «Жанг освобожденный», уже все об этом знают. И его, конечно, нужно смотреть в кино, однозначно, только в кино. Вообще кино нужно смотреть в кино. Ну да. В кинотеатре. В кинотеатре, конечно, да. Это совершенно особая атмосфера. Вот, кстати, обрати внимание, что смотреть в кинотеатре в пустом зале одному – одна история. В заполненном зале – другая история. История, я имею в виду, восприятия фильма. А я люблю это и другое. То есть, кто ради чего-то пришел. Смотреть дома – какая-то вообще другая, совершенно другая история. Даже на домашнем кинотеатре высокого уровня. Это все разные вещи. То, что я сейчас немножко ухожу от предмета. Да, да, да. Но мне кажется, это важно. Вот то, что ты целенаправленно идешь в кинозал, ну, покупаешь билет – тоже важно. Идешь в зал, садишься, расстегиваешь куртку – это все ожидание того, что сейчас начнет гаснуть свет. Короче, но ты не покупаешь попкорн с Кока-Кора? Ну, я не покупаю. Слава тебе, Господи. Знаешь, что я бы к этому добавил? Вот для меня это важно. Вот лично я, когда иду в кино, я еще выключаю телефон. А, конечно. Потому что до меня дозвониться невозможно во время фильма. Да, да. Ну, разумеется. Многие работают. Да, там многие работают. Ну, хорошо, да. У них важные дела. Да, да. И вот эти все шаги – это страшно важные вещи. Хотя, казалось бы, ну, что тут такого? Важные и важные. Все это делают миллионы раз и так далее. Ну, да. И тем не менее, да? И ты невольно попадаешь в эту атмосферу, в которую ты сам взошел. И вот ты сидишь. И перед тобой темнота. И какие-то тени в виде лица, в зависимости от освещенности кадра. Бывают такие кадры, когда ты вообще не видишь ничего. На экране ночь. Да. И это совершенно отдельное впечатление. Потом какой-то костер-то начинает гореть, как отблески. Ты поворачиваешь голову. И эти слабые отблески на лицах людей, сидящих слева. Да ты поэт, Саша. И как это может сравниться с домашним просмотром? Никогда. Для меня домашний просмотр – это, скорее, как профессиональный отсмотр чего-то. Отсмотр. Хорошее слово. Да, да, да. Отсмотр. И еще мне нравится в кинотеатре потому, что, в отличие от домашнего просмотра, я не могу поставить на паузу. И поэтому я, как бы, таким образом даю себе отчет, что я обязан быть свободен эти два часа. Да, да, да. Это важно. Для меня, вот когда я смотрел «Хоббита» в декабре, знаешь, как интересно, я смотрел его, я очень люблю, знаешь, смотреть не в новых кинотеатрах, а в средних, которые были созданы где-то в конце 90-х, да, и которые еще в Москве, все эти московские кино или что-то такое существуют, там десяток кинотеатров у них сохранилось. Вот. И они такие, не как сейчас новомодные, а у них все старенькие креселки. И главное самое, они не порезали эти большие залы на маленькие. Мне очень нравится. Я смотрел в огромном зале, на огромном экране. Было на улице в домике прохладно, я сидел в куртке, и я думал, что к концу «Хоббита» я просто превращусь в одного из персонажей, настолько я там, как собака замерз. Но я смотрел, я смотрел на «Хоббита», вот, и постоянно накутываясь, и погружаясь, погружаясь, погружаясь. Ну да, 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 да. И это очень важная штука. Лично для меня вот эти все эти активные какие-то, это все слагаемое, вот это общее восприятие, неминуемое. Даже независимо уже от качества фильма. Потому что если фильм прекрасен сам по себе, то это два часа, условно говоря, поведенные вообще в каком-то мире. Ну это Тарантино, это кровище опять, да, то все. Ну у него кровище специфическое. Да, да, да. Да, у него специфический. Ну конечно, конечно. Нет, кровище, в смысле кровище, это конечно Билл. Да, да. Это, по-моему, первая часть Билл, да, когда там, ну просто там вот струи крови. Да, 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 когда японцев тогда намочили. Да, да, это шедевр. Да, да. Нет, здесь, ну я два слова скажу о сюжете просто. Лучше три. Ну без спойлеров. Значит, да, это Америка времен, значит, рабства. Вот, это там девятнадцатый век, это история беглого раба, который встречает невероятно интеллигентного, тонкого, белого человека, который предлагает ему заниматься определенной работой. Разве беглого? Разве он его не купил? Он же поделил свободу. Свободу ему обещал. Да, он его купил, да, нет. Ну там просто очень много беглых есть, периодически возникает тема беглого раба. Вот. И у каждого из них какая-то своя проблема, и они ее решают. Но они вместе. И вот эта вот разница этих двух людей, да, что один такой утонченный белый с прекрасным слогом, который относится вот к этим рабам как к абсолютно равным, что повергает других белых вокруг, встречающихся именно пути в глубочайшее смятение. И черных, наверное, тоже. Да, которые, когда они видят, что черный едет на лошади, это вообще отдельная история. Черный на лошади ехать не может. Ну не может. Скорее наоборот может быть. Лошадь может ехать на черных. И так далее. И вот эти все вот прекрасные тексты, и картинка невероятная, и все. Насчет кровища нет, только там, где нужно. А, понятно. Но иногда нужно. Ну очень. Иногда нужно. Ой, как я люблю кому. И это прекрасная. Это прекрасная работа. Я, честно говоря, давно уже, я не знаю, что было, какой фильм был его до. Как? Ублюдки? Бессловно. Ублюдки. 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 Это да. Мне все равно. Скорее, это большой плюс для фильма. Он провалился только потому, что он умный. Ну да. Вот я и говорю. Поэтому он и провалился. Если он провалился. Я не знаю. Вот. В общем. Ну да. Мне у Тарантино нравится все. Этот я Джангу пока не видел. Я тоже очень люблю Тарантино. На Тарантино надо сходить. На Тарантино надо сходить. На Тарантино надо сходить. Тарантино хороша, как никогда. Юрий Борисович, да. Прошу вас. У меня два предварительных замечания. Прежде чем я. А? Прежде чем я. Нет. Ну при чем тут. Нет. Я кстати этот фильм. Уведите ваших детей от наших радиоходящих. Я кстати этот фильм. Да. Я этот фильм показывал бы подросткам в первую очередь. Нашим. Подросткам вообще все надо показывать. Да. Вот тот фильм о котором я хочу сказать. Но два предварительных замечания у меня. Замечание первое. Я обожаю порнографию. Но порнографию сюжетную. Все таки пока еще сюжетную. Сюжетную. В порнографии ты включаешь дететеньки с дяденьками? Нет. Да. Очень относительно. У меня нет. В этом смысле я тебе скажу. Смотри. Я допускаю. Я могу с удовольствием посмотреть порнографию где тетенька с тетенькой. Нет. Это вообще красиво. Да. А вот дяденька с дяденькой ни за что. Мне это отвратительно. Особенно в свете последних. Да. Особенно в свете последних. Ты мерзкий гомофоб. Да. Почему мерзкий? Приятный гомофоб. Да. Я нормальный гомофоб. Очень приятный гомофоб. Напрасно ты кстати говоря. Зачем ты так о нем? Не надо. Потому что еврея лишь бы обидеть. Да. Еврей каждый может обидеть. Еврей каждый может обидеть. А уж кто хочет. А когда еврей художник вообще. А когда еврея обижает художник. О это искусство. Не будем отвлекаться. Не будем отвлекаться. Так вот. Первое. Я обожаю порнографию. Но не просто вот это мясо так сказать сарайное. А значит сюжетную такую с мыслью. То что называется эротический триллер. Вот я люблю. Тинтабраса. А? Тинтабраса. Тинтабраса пусть. Там не совсем триллер. Да. Но для него будет триллер. Когда он увидит все. Это первое. Второе. Чтобы вы поняли как и вышел на этот фильм. Второе. Помимо обожания порнографии. Я в течение полугода уже крайне встревожен новостями. Поступающими из Соединенных Штатов Америки. Ужас какой. Крайне. Не молчи Юр. Не молчу. Я никогда не был в Соединенных Штатах Америки. Никогда. Видимо поэтому я эту страну обожаю. Крайне уважаю правительство и народ США. Считаю что эта страна идет впереди всего человечества. По пути познания демократии и цивилизации. Они точно тебе зарплату не платят? Клинуть тебе. Да. Мне очень жаль. Я очень хочу чтобы они наконец начали это делать. Но почему то ГАЗДЕП на меня и ни ЦРУ ни ГАЗДЕП почему то на меня не обращают никакого внимания. Юра я думаю что деньги не доходят. Их пилят на почте. Я в этом убежден. Почему я даже знаю на какой. Я знаю адрес этой почты. Нет. Это не так. На самом деле все намного банальнее. Он просто их не возбуждает своим видом. Кого я возбуждаю? Ив не возбуждаешь. Нет. ГАЗДЕП это организация. Перестань. Перестань. ГАЗДЕП это организация крайне рациональная. А уж ЦРУ тем более. Не-не. Дело просто в том что мне видимо не везет. Ну может быть после этого подкаста повезет. И так. Я обожаю совершенно. Я вообще в каком-то смысле преклоняюсь перед США. Считаю что это совершенно великая страна. И в последнее время когда стали поступать оттуда сообщения о том что в одной школе дикая резня. В другом колледже бойня. Вот этот ножом зарезал там семерых. Этот расстрелял двадцатирых. Сегодня утром опять какой-то чувак застрелил двоих в автомобиле. Потом застрелили мужчину и подростка застрелил. И потом еще какая-то фигня. И вот теперь полиция ищет этого чувака. Вот. Сегодня утром новости. Но не это. Нет. До чего дошло я могу сказать. Я вчера прочел новость одну. Где какой-то высокий полицейский чин США. Обратился посредством интернета гражданам США. С призывом не ждать когда приедут полицейские. А иметь оружие и использовать его немедленно. Гражданская оборона. Короче говоря меня стало все это ужасно тревожить. Я перестал понимать что происходит со страной которую я обожаю. И вот эти два ведущих чувства. То есть любовь красивой сюжетной порнографии. И глубокой философии. И к Америке. И к Америке. И беспокойство за нее. Выразилось то что во время очередного просмотра порнографии. Я увидел вдруг справа рекламу. Фильм Кен Парк. Смотрите. Что там такое. Смотрите скандальный фильм Кен Парк. Естественно я немедленно бросил порнографию. Это старый хаосный фильм известный. Тебе известный а мне нет. Я немедленно бросил порнографию. Переключился на Кен Парк. И я был просто потрясающе вознагражден. Весь фильм я просидел с отвисшей челюстью. С отвисшей при порнографии. Значит да. Во первых там есть элементы порнографии. За что отдельное спасибо режиссеру. Во вторых это совершенно потрясающая картина. Которая лично мне объяснила что происходит в Соединенных Штатах. Значит. Действие разворачивается в маленьком городке. Затерянном где-то около Лос-Анджелеса. Маленький городок где живут. Где живет небольшое количество людей. Многие из которых друг друга знают. И фильм построен на том. Что в нем перекликаются события разворачивающиеся в четырех. Совершенно обычных семьях. Причем фильм снят в моей излюбленной манере нативного кино. Так называемого. Когда вы совершенно не видите режиссера. Вы не замечаете его присутствие. И у вас такое ощущение. Все течет само собой. Что все течет само собой. И что не то что фильм снят скрытой камерой. А что вот вы и являетесь этой скрытой камерой. То есть у вас полное ощущение что вы присутствуете в этих комнатах. Где разворачиваются события. Вы человек невидимка. Вас не видят герои фильма. Но вы можете наслаждаться всем что происходит. Я не буду объяснять. Чтобы не портить впечатление. Не портить обеднюю. Я не буду объяснять почему. По окончании просмотра этого фильма. Я понял что происходит в США. Я думаю что каждый кто этот фильм увидит. Сам сделает этот вывод. Я только дам две наводки. Первая наводка что это фильм 2002 года. Очень старый. Ну не очень но старый. Ну старый да. И вторая наводка заключается в том что это фильм снял тот же самый режиссер. Который снял когда то фильм детки. Который я смотрел. И который меня поразил. И что по сути фильм Кен Парк является продолжением этой темы. Развитием. Да. Да. Друзья мои. Обязательно посмотрите эту картину. Вы получите на мой взгляд огромное наслаждение. Я так понимаю там плюс 18. Ну учитывая сцены соответствующего содержания. Там плюс 18. А сейчас все плюс 18. Да. Хотя. Нет. Знаешь я вчера был совершенно поражен. Например вчера. По каналу ТВ3. Шел старый фильм. Темная сторона страсти. Где играет Мэг Райан. Я совершенно был поражен тем что выскакивает маркировка 16 плюс. Хотя лично я если уж на то пошло. Поставил бы 18 плюс. Там достаточно откровенных сцен. И даже более чем я скажу. Поэтому я не понимаю принципов этой маркировки. Кто ее ставит. Там наверное не говорят слово жопа. Это очень важно. Ну там прости. Там слово жопа я не слышал. Но там показывают мужской орган противоположный по своему расположению. Но его не озвучивают. Важно что говорить. Его озвучивают. Но его озвучивают пристанываниями. Пристанываниями. Важно кисло. И прикрехтениями. Да. Короче говоря я не понимаю принципов этой маркировки. Так вот фильм Кен Парк дорогие мои. Обязательно непременно посмотрите. Это фильм очень интересный. Вот. Можно скажу еще об одном фильме. Нужно. Да. Опять же в поисках порнографии я напоролся. Он не такой интересный как Кен Парк. Не устанных. Не устанных. Я посвящаю этому все свободное время. А поскольку работы у меня все меньше. Мне скоро 60 лет. Свободного времени у меня все больше. Поэтому я посвящаю все больше. А так как тебе скоро 60 лет. Да. То тебе все нужнее и нужнее порнография. Обязательно. Совершенно верно. Так что все сходится. Совершенно верно. Стимулы же не нужны стимулированным. Так. Они же нужны дестимулированным. Вот. Так вот. Я посмотрел фильм. Ой. Господи. Как же она. Смертельная красотка. Угу. Смертельная красотка с Вупи Голдберг в главной роли. Да. Большая порнография. А ты смотрел этот фильм? Да. Извини. Да нет ничего. Но мне он понравился. Нет. Там нет порнографии. В общем. Ну почти. Почти. Но. Вупи Голдберг. Ну это нет. Это не порнография. Нет. Зачем так? Меня поразило в этом фильме то, что я привык воспринимать Вупи Голдберг как полную дуру, которая играет безмозглые всякие. Да ладно. Всякие. Ну. Нет. У него серьезные роли со всеми комические есть. Ну я. Не будем спорить с вождением доктора. Я ж не видел. Это первый фильм, где я увидел Вупи Голдберг в действительно драматической роли. Вот. Мне очень понравился этот фильм. Но не так, как Кен Парк. Кен Парк мне понравился больше. Про фильм расскажи. Про Кен Парк? Нет. Про Кен Парк тоже сказал. Смертельная красотка. Короче, Вупи Голдберг играет полицейскую детективу. Да, детективу полицейскую. Естественно, в основе сюжета лежит порочная и совершенно отсутствующая, как мне рассказывали, в реальной жизни идея, когда в Соединенных Штатах Америки полицейский, не частный детектив, а детектив полицейский, работающий в структуре, может что-то делать в обход начальства, скрывая от него свои действия и применяя приемы и методы, о которых он начальству не сообщает. Вот как мне рассказывали люди, которые мало-мальски знакомы с работой полицейского в США, это невозможно в принципе. Но тем не менее, в многих фильмах об этом говорится. Но тем не менее, постоянно мы видим и Сталлоне там, и не Сталлоне. Сталлоне, что полицейский ему говорит, слышь, ты пошел вон, ты отстранен, он кладет значок и пистолет и начинает свое расследование. Там всех бьет, мочит и так далее. Так вот, Вопи Голдберг расследует, так сказать, историю появления на свет нового наркотика. Химического. – Синий лед или что-то такое? – Ну, Смертельная красотка называется. – Ну, это неправильный перевод. – Ну, неправильный перевод, да. Который, то есть, мгновенно убивает людей. Ну, просто мгновенно. Вот. И, но меня-то в этом фильме что? Я увидел просто Вопи Голдберг совершенно иной стороны. Меня вот этим фильм взял. Вот Андрюша говорит, что Вопи Голдберг оказывается известная драматическая отрица. – Знаешь, самое интересное в этом фильме, как она в этом фильме красива. Она как улыбается, там, как у нее глаза горят. – Ну, она красива, хотя, на мой взгляд, вот на мой взгляд, совершенно спокойно можно было не наряжать ее в идиотские очки и в прочие невероятные аксессуарные наряды. – Это, видимо, уже… – Это последствия образа, который нам чаще… – Да. – Который эксплуатируется. – Ты же знаешь, почему Вопи Голдберг оказывается псевдоним? Ты знаешь, почему Вопи, да? – Нет. – Вопи – это значит пукающая. – Я же этого не знал. Она что, пукает все время? – Все время. – Это, кстати, интересная тема, когда мы неожиданно видим знакомого. – Нет, смотри, Голдберг, вот как только надо кого-то оскорбить… – Ведь она вот не Вопи Смит и не Вопи там какой-нибудь там… – Иванов. – Она сразу Голдберг. – И всегда сообщать нам об этом? – Нет. – Совершенно верно. – Вот сразу же два вот этих вот… – Как только надо еврея оскорбить, так сразу Вопи. – Вот по поводу того, что ты увидел ее вдруг совершенно неожиданно. – Я увидел друг друга, да. – Это то же самое, как я увидел вдруг Миронова, Андрея Миронова, в фильме Лапшинова. – А, да, ну конечно. – Совершенно некомедийная роль. – Ну да. – Некомедийная. – Фантазифариативый был фильм тоже, где он не валяет дурака бесконечно. – Согласен, согласен. – И понимаешь, насколько палитра богата. – Согласен. – Согласен, да. – Согласен. – Хотя вот этот эпизод, где его режут в фильме «Мой друг Иван Лапшин», эпизод, где вот этот бандит режет Миронова, я совершенно воспринял это как черную комедию семейка Адамс. Я тебе объясню почему. – Почему? – Ну не может так вести себя человек, хоть в какой-то степени причастный к уголовному розыску и к сыску. Он не будет говорить «товарищ», и он… – Так он совершенно не причастен, но журналист… – Откуда у него револьвер тогда? – Ему выдали, поскольку повезли его на это самое. – Ну, его должны были проинструктировать маломальски, но тут натяжка. – Ты думал, что он там ведет себя как абсолютно дилетант, который просто немножко прислонился к профессионалам. – Саш, смотри, вот ты можешь себе представить, вот ты журналист, тебе выдают револьвер, например… – Я журналист, я напросил. – Хорошо, я журналист. Мне выдают револьвер, говорят, вот вам револьвер, и при этом не инструктируют, как я должен себя вести. Ну, хотя бы минимальный револьвер. – А я знаешь, что в этот случай вспомнил? Я вспомнил бриллиантовую руку. – Да. – Когда выдают никулину револьвер. – Семенович. – Семенович. – Нет, вот этот эпизод парадоксальным образом перекликается вот этим эпизодом из Лапшина. Ну, для меня лично. Ну, это абсурд. Понимаешь, абсурд. Ну, ладно, хорошо, окей. Так вот, Вопи Голдберг, значит. Вот это, значит, смертельная красотка. Я, правда, виноват тем, что этот фильм досмотреть не смог, потому что меня, так сказать, прервали на самом интересном месте. Но, в принципе, я, так сказать, пока смотрел… – Произвел впечатление. – Произвел впечатление. – Очень на меня сильно. – А вы смотрели «Жизнь пить», нет? – Я еще не успел. – Нет, я не смотрел. – Ты планируешь? – Да, я не тороплюсь, я успею. – Я не смотрел. Я знаешь, почему не хочу его смотреть? – Почему? – Потому что все смотрят? – Нет. – Это нормальная причина, кстати. – Ну, может быть. – Да я не поэты. – Да. – Как только я увидел в рекламном трейлере, там идет рассказ, что это история человека, оказавшегося в одной лодке с тигром. – Да. – Я не зоопсихолог. Я о каких-то тонкостях могу не знать. Но чтобы человек оказался в одной лодке с тигром и не был немедленно сожран и убит, ну это абсурд. Ну это совершенно абсурд. – Саша что-то про Попи хочешь сказать? – Это одна история. – Да. – Один аспект, вернее, это история. Второй аспект – то, что у меня в этом фильме, он очень красочный. – Это понятно. – Его нужно опять смотреть в том же самом кинотеатре, или в соседнем кинотеатре, или в кинотеатре другого района, но в кинотеатре. – Да. – Его любят люди с богатым воображением. – Ну это понятно. – Это какой полушарий у нас? – Правая. – Правая. – И с минимумом знаний, видимо. – Это какой полушарий у нас? – Левая. – Левая. – То есть его любят женщины? – Но я, например, не могу смотреть и воспринимать фильм, в котором я вижу компьютерную графику. – А, понятно. – Которая внедрена в реальность, и как будто бы это не компьютерная графика. – То есть ты Хоббита смотреть не мог? – Там одна графика. – То есть этот тигр в этой лодке… – Он компьютерный? – Он немножко не живой. – А, ну… – И всё. – Ну всё. – И всё, для меня всё, только для меня. – Нет, если он не живой, то понятно, почему он его сразу не мочит. Потому что он не живой. – Ну, на самом деле, мне чуть легче в этом плане, потому что я считаю, что кино – это некая история, некая, может быть, даже сказка, и вовсе не обязательно. То таким образом надо забыть сразу же про всяких объединенов Круза и так далее, то есть про всяких людей, выживающих на островах. – Почему? А там абсолютно реально внутри острова жизнь. А здесь нереальный тигр. – Ну… – Это смыкается с тем, о чём говорит Юра. – Нет, много очень нереальных историй. – Какая-то реальная история? – Нет, посмотрите. – История ради истории может быть. – Нет, друзья мои, подождите. Я вот в своей жизни читал несколько, ну, конечно, там не 40 лет, не 30 лет и не 10 лет, но я читал всю жизнь несколько историй, когда человек, вырванный из цивилизации, оказывался на необитаемом острове, оказывался, и не погибал, и выживал, действительно проявляя чудеса изобретательности и мужества. Ну, во-первых, это было не 30 лет и не 40 лет, и не было у него в друзьях там пабуазов никаких, но вот эта история, когда он, помнишь, делает из мячика себе друга… – Изгой. – Да, да, изгой. – Топхэкс. – Да, вот эту историю я просто читал. Я не помню, сколько он там времени провёл. – Провёл. – Опять же, не столько, сколько показано… – А? – Он шизанул своего босса, как… – Да, но он совершенно верно. – Как бы было с правым образом Робинтона Круза смотрел на рекомендах. – Когда его обнаружили, в конце концов, он сошёл с ума, они нашли абсолютно безумного человека. – На грубо говоря, как тот, с кого Робинтона Круза был с флисом. – Да, да. – Как бы матросы отсели к крик или как он там… – Поэтому необитаемый остров – это ещё какой-то элемент правдоподобия в себя включает. А вот тигр, ребята, ну… – Ну, да, 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 ну… – Ну, нет, нет. – Ну, в общем, тем, кто хочет видовой картинки… – Да. – Если картинка, может быть, не видовая… – Ну, да. – Бывает, не видовая картинка. – Да, да. – Да, welcome. – Вот и на видовой картинке, собственно, на сегодня хватит. – Будьте здоровы. – Будьте. – Всем пока. – До свидания. –